Привет всем! Вы смотрите G-Drive TV. Мы ездим на все этапы Чемпионата мира по гонкам на выносливость вместе с российской командой G-Drive Racing. На очереди самый важный старт сезона. Главная гонка планеты. 24 часа Лимана. Для нашей команды подготовка к марафону началась, по сути, месяц назад. На втором этапе Чемпионата мира FIAVEC в Бельгии. За две недели до старта прошли тесты уже здесь, в Лимане, на кольце Сарте. Лиман для нас, естественно, самая важная гонка. Это самая известная гонка планеты. Это гонка, которой каждый гонщик желает выиграть. Вся подготовка, которая длилась последние шесть месяцев, привела нас сюда. Это потрясающе находиться здесь. В Лимане я впервые. Конечно, больше всего поражает внимание болельщиков. Я счастлив быть частью этого события. И действительно, атмосфера здесь такая, что, побывав в Лимане однажды, хочется возвращаться сюда вновь и вновь. Если вы по-настоящему любите автоспорт, увидеть эту гонку своими глазами просто необходимо. В нашем традиционном видео «Перед стартом» мы подробно рассказали о том, как прошли тренировки и квалификационные заезды. Некоторые проблемы с настройками, недостаток максимальной скорости и, как результат, девятое место в ЛМГ-2 на старте для экипажа под номером 28. И второе для пилотов автомобиля номер 26. Для нас главная цель была показать время, чтобы стартовать с первой линии в ЛМГ-2. Соответственно, цель выполнена на 100%, а дальше 24 часа. 24 часа – это очень длинная гонка. Многое может случиться. И, соответственно, стратегия вся запланирована заранее. Но мы прекрасно понимаем, что как только дал старт, все, что мы запланировали, можно выкинуть. Потому что все начинается заново, и мы уже вот в реальных условиях. И это, ЛМА, но непредсказуемо. Первые часы марафона для экипажей G-Drive Racing получились не слишком удачными. Темп автомобиля 28 под управлением Пипо Дерани не позволил пробиться в лидирующую группу. В то время как Сэм Бёрд, изменивший его Роман Русинов, стали жертвами обстоятельств и тактического просчета. Автомобиль под номером 26 заехал в боксы в тот момент, когда на трассе появился сейфти-кар. Так что при выезде спидлейна пришлось дожидаться зеленого светофора. В итоге было потеряно около полутора минут. Дальше больше. На очередном пидстопе во время дозаправки автомобиль загорелся. К счастью, машину моментально потушили, и Роман Русинов продолжил борьбу. Но отставание увеличилось еще на две минуты. Таким образом, экипаж под номером 26 оказался в конце первой десятки. На следующие 18 часов гонка Романа Русинова, Сэма Бёрда и Жульена Каналя превратилась в погоню за лидерами. Марафон для экипажа 28 получился не таким насыщенным. Пилоты избегали проблем, но темпа, который бы позволил бороться за подиум, к сожалению, не было. В то время как гонщики 26-й машины отыгрывали одну позицию за другой. Для Романа Русинова и его напарников марафон мог закончиться ночью, когда в повороте Индианаполис российский пилот вылетел в гравий из-за контакта с Лоуренсом Вантором. Гонку удалось продолжить, но пришлось заехать на дополнительный пидстоп, чтобы заменить испорченный комплект покрышек. Безоговорочным лидером всей гонки стал экипаж КСМГ. Трасса Сарте с длинными прямыми отлично подходит их автомобилю – Орика 05. Поэтому ближе к концу марафона стало понятно – трио Хоусон для Пьер Брэдли победу в этом году не упустит. Роман Русинов, Жюльен Каналь и Сэм Бёрд финишировали на третьем месте, пропустив на последнем часу гонки экипаж Йота Спорт. Это лучший результат в Лимане для нашей команды. Густаво Якоман, Пипа Дерани и Рикардо Гонсалес привели свой лежье к финишу на четвертой позиции, заработав важнейшие очки для G-Drive Racing в зачете чемпионата Киабэк. Теперь команду G-Drive Racing, как и всех участников чемпионата мира, ждет передышка в месяц, тесты, а затем ближе к концу августа караван Фиавэк впервые в своей истории приедет в Германию на легендарный гоночный трек Нюрнбург Ринг. Нет никаких сомнений, что мы увидим полные трибуны и потрясающую борьбу на трассе.